Выразила недовольство формулировкой столичного градоначальника. Директор одного из детсадов прокомментировала заявление Иона Чабана на еженедельной планерке. Мэр поднял тему незаконного сбора финансовых средств в образовательных учреждениях столицы. По его словам, в сфере образования должна быть абсолютная нетерпимость коррупции. И обратился к родителям с призывом сообщать о любых попытках вымогательства денег в школах и детсадах. Да, уверен, что на сегодняшний день этого стало меньше. Но не исключаю, что кто-то по-прежнему берет на лапу, как говорится в народе. Обращаюсь с призывом к жителям муниципия Кишинев сообщать о любых предполагаемых попытках вымогательства денег в образовательных учреждениях. Вы можете сообщать мне об этом разными способами, официально или неофициально в социальных сетях. Директору одного из детских садов Кишинева Елене Кифаришин пришлось не по нраву сказанное. По ее словам, такое слышать унизительно. Женщина пояснила городоначальнику, что для нее значит брать на лапу каждый день. Кладу лапу на клавиатуру и начинаю печатать. Помимо зрительного контакта и эмоций, которые я испытываю среди детей, есть еще такие фразы, как «Госпожа директор, у нас течет унитаз, забилась канализация, у нас заканчивается питьевая вода, что нам делать дальше? У нас и Аника упала и разбила себе лоб, потому что тротуар во дворе детского сада усеян выбоинами. И вот, думая, как это все решить, беру в лапу метлу и выхожу с работниками убирать территорию». Унизительное отношение городоначальника и других лиц, принимающих решения в мэрии, к системе образования, серьезно подрывает имидж всех, кто работает в этой сфере, говорит Сергей Афанасио, директор одного из частных детских садов столицы. По его словам, явление-то уже прочно закрепилось, а доверие властей к руководству образовательных учреждений снижается или же полностью отсутствует. «Иногда надо, не надо, но обязательно дают пинок системе образования. Я считаю, что люди, атакующие систему, независимо от того, государственное это или частное учреждение, должны иметь смелость называть имена, говорить о конкретных случаях, потому что все валит на нас, бьет всех. И это самый простой способ. Это примитивный метод». А директор детского сада номер 6, что в центре, говорит, что если в образовательных учреждениях действительно процветает коррупция, «Случаи нужно решать индивидуально». Кроме того, по словам Лидии Алексы, в садиках работают на убой и делают здесь все же хорошее, даже во время пандемии. «Зная, как обстоят дела в моем учреждении, зная своих коллег из сектора центра, все эти фразы на лапу, в карман, под стол, я категорически заявляю, что это не так. Может, другие это и делают, и они должны нести ответственность». Ион Чабан позволял себе нелицеприятные высказывания или жесты и раньше. Например, в декабре прошлого года мэр потребовал от комиссара города объяснений, почему сотрудники правоохранительных органов приехали через 20 минут после того, как он их вызвал на ботанику, где группа парней вступила с ним в перепалку. «Неуместные выражения и жесты мэр Кишинева позволяет себе не только на заседаниях мэрии. В недавнем случае, которое вызвало возмущение в обществе, Чабан пригрозил журналисту Андрею Балакану, что его жене придется вскоре пересчитать тому зубы. Мы поспешили к городоначальнику за комментариями по поводу его поведения, но он отключил телефон». Субтитры создавал DimaTorzok